Все! Потихоньку! Потихоньку натягиваем, расходимся! О крушении боевого самолета в Абинском районе во время Великой Отечественной знали многие. Однако точное место падения долгое время никто показать не мог. За 70 с лишним лет лес превратился в сельскохозяйственное поле. Помочь поисковикам вызвались местные жители. Они поделились историями из своего детства. Здесь в принципе не было ни дороги, здесь совсем все другое было, ни канала не было. Мы еще, ну может 68-й, может 69-й год, нам было там по 8-10, по 9 лет, мы нашли хвост самолета. Чтобы достать фрагменты самолета, поисковикам практически вручную пришлось перелопатить не одну тонну земли. Нашли сначала крыло, а затем и двигатель. За историческим событием наблюдали сотни людей. На место раскопок вместе с сыном приехал глава региона. Находкой оказался Пе-2, самый массовый бомбардировщик времен войны. По номеру двигателя установили, что боевая машина входила в состав 742-го отдельного разведывательного авиационного полка. 10 февраля 43-го Пе-2 вылетел на разведку из Краснодара в сторону Крымска, но с боевого задания не вернулся. По нашим данным он числится пропавшим без вести. По базам данных военнопленных никто из членов экипажа не проходит, что позволяет предположить, что весь экипаж погиб вместе с самолетом. Изучив архив, установили имена членов экипажа. Командир Леонид Ячменев, радист Василий Воробьев и штурман Николай Кожухов. Старший лейтенант Ячменев был дважды награжден орденами Красного Знамени. Почетная награда есть и у младшего лейтенанта Кожухова. Его родственники приехали к месту раскопок из Москвы. Это знаменательный момент для нашей семьи, поэтому мы благодарны вам искренне и благодарны от всех членов семьи. Семья у нас большая и они будут приезжать сюда и будут встречаться с вами. Большое вам спасибо. Это важно не только для вашей семьи, это важно, наверное, для всех сегодня живущих. Мы сегодня говорим, никто не забыть, ничто не забыть. И вот то, что мы сегодня делаем, это есть явное тому подтверждение. Подвиг нашего народа, героический подвиг, как и отдельное к герою, не имеет срока давности. Не имеет. Поэтому наша задача сегодня сделать так, чтобы их имена были выковечены. При падении удар был настолько сильным, что большая часть самолета ушла глубоко под землю. Но многие фрагменты бомбардировщика хорошо сохранились. А некоторые детали мотора выглядят так, как будто только что сошли с конвейера. Блестит, хоть сейчас ее ставьте, на другой мотор будет работать. Найти кабину пока не смогли, рассказывают поисковики Вениамину Кондратьеву. Но даже если они сделают это, вряд ли удастся распознать останки погибших. А вот часть найденных фрагментов самолета, по словам исследователей, уже переданы в Школьный музей Станицы Холмской. Эту работу они планируют продолжать и дальше. Мы давно была идея, чтобы организовать с помощью поисковиков, с их участием, походы для каждой из школ в летний период. И на базе собранного материала в каждой школе создать небольшой музей. Идеологические вещи, которые сегодня должны быть в молодежи, они тоже отсутствуют. Потому что это считается пережитком прошлого. А на чем растить молодежь, кроме книгологии? И диалоги Великой Победы, и вот тех героев, которые сегодня в том числе. Это же основа, по большому счету, с завтрашнего дня. Это не то, что память. Память для того должна быть, чтобы они понимали, что завтра они должны отдать свою жизнь во имя самого главного, своей Родине. Вот для чего нужна эта память. Воспитывать подрастающее поколение, уверен Вениамин Кондратьев, нужно на подвигах воинов-героев. Только реальные истории из жизни смогут укрепить любовь к своей малой Родине. Патриотизм, он на геническом уровне находится в наших сегодня детях. Я уверен, безусловно, и внуков, и правнуков будет. Память, которую мы поддерживаем, это духовный код нашего народа. Кому-то это не нравится. Очень не нравится. Там, из океана и поближе. Поэтому они стараются сделать все, чтобы этот код изменить. А это сегодня основа нашей совести, российской совести. Основа нашей нравственности. Поэтому мы никогда не должны от этого отказаться. Я еще раз подчеркиваю и хочу сказать, что если мы потеряем память о великой победе, о великом народе победителей, о вот этих героях, значит мы потеряем сами себя. Из фрагмента найденного самолета глава региона Вениамин Кондратьев предложил сделать обелиск. Установят его, возможно, на месте гибели летчиков. Мария Крошина, Алексей Устинов, Денис Перец, Денис Маскаленко, Юрий Дюшин, Кубань-24, Абинский район.